Гиеновидные собаки могут атаковать целые огромные стада. При этом эвангард стаи начинает погоню за добычей, вгоняя стада в панику. Нападают на кого-нибудь из наиболее слабых и отстающих, хватают за ноги. С каждой секундой к ним присоединяются все новые собаки. При этом все держат высочайшую скорость. И вот добыча в лапах у стаи. Псы устраивают охоту на любых животных. Особо ценятся антилопы, газели, ориксы. Большая удача изловить бородавочника. Собакам удалось изловить газель. Но на их добычу нашлись еще претенденты. Гиены решили устроить грабеж. Разгорается ожесточенная схватка. Противники рвут в тушу, каждый на себя стараясь отхватить кусок. Гиены не боятся залезть в воду и работают прямо из пруда. Сначала собакам удалось отогнать врага, но немного оправившись, гиены продолжают попытки завладеть мясом. Их теперь несколько. Таким отрядом они добиваются успеха. Но гиены устраивают между собой свару из-за добычи. Они не могут действовать так же дружно, как собаки. Одна из гиен, ухватив тушу, делает попытку скрыться с украденным мясом. Но вслед за ней тут же устремляются собаки, чтобы восстановить справедливость. С виду небольшие гиеновидные, собравшись в толпу, могут стать гарантированным приговором даже для крупного хищника. В стае эти собаки очень плотно сотрудничают, атакуя слаженно и дружно. Вот сразу около десятка нападающих окружили буйволенка и терзают его со всех сторон. Из этого кольца ему не вырваться. На помощь ринулся взрослый буйвол, но это плохо помогает. Часть банды переключается на защитника, отгоняя его, кусая за ноги и стараясь напугать. При этом другие собаки не прекращают валить буйволенка. Удача снова на стороне пестрой шайки. Взрослый буйвол мог бы, пожалуй, разогнать даже нескольких голодных собак, но гиеновидные атакуют так плотно и нагло, что лишают добычу даже шанса на спасение. А вот в этом случае безрассудное нападение не увенчалось успехом. Гиеновидные прямо на глазах взрослой львицы пытаются добыть львенка. Их не смущает даже автомобиль с людьми, которые находятся прямо здесь же. На следующих кадрах стая обнагрела уже настолько, что посягает на детеныша в присутствии не только матери, но и отца. Лев, абсолютно озверевший от подобного, бросается на захватчиков. Одного из нападающих ему удается прихватить. Лев не съел гиеновидную, а она ему не нужна. А тут уже матери львицы пришлось наказывать непрошенных гостей. Она показательно несет убитого бойца на обзор стаи. Мол, так будет с каждым, и собаки в ужасе ретируются. Стае повезло. Славная и вкусная добыча. Собаки изловили поросенка-бородавочника. И опять фирменная тактика нападать сразу скопом, лишая добычу шансов на бегство. Гиеновидные начинают пир сразу, каждой особи достанется своя доля. Эти ужасные мясники, пожалуй, покончат с тушей бородавочника за несколько минут. Стая загоняет водяного оленя. Это небольшой олень, у которого нет самого главного оружия, полностью отсутствуют рога. Хотя и они, наверное, не помогли бы против такой большой стаи. Гиеновые нападают сначала небольшой группой, другая часть отряда отсекает оленю путь к бегству. И поодаль ожидают своего часа несколько десятков собак, готовых задавить добычу коллективной атакой. Собаки наносят многочисленные укусы, порой это напоминает атаку осиного роя. Олень старается вскочить и убежать, но его снова заставляют лечь. У собак уходит довольно много времени, чтобы расправиться с добычей, но и здесь они добились успеха. А это уже не безрогий водяной олень, это Орикс. Он антилопа, но антилопа саблерогая. Зверь внушительный и обладающий острыми рогами. Ноги геновидных этим не испугать. Попробуй расшвыряй, даже мощными рогами, такую подвижную и агрессивную стаю. Орикс повержен и повержен очень быстро. Наглости и смелости гиеновым собакам не занимать. А вот здесь леопарда собакам удалось только испугать. Коту помогли только быстрые лапы и умение лазать по деревьям. Поняв, что на высоте леопарда им не достать, гиеновые разошлись искать счастье в другом месте. Собаки атаковали гиену прямо у проезжей части. Схватка развернулась вокруг дорожного знака. Гиена также пытается использовать каменную стенку для защиты своего тыла. Мы видим, что даже несколько нападающих не очень-то справляются. Они сильно достают противника, но решающего успеха не достигают. Кто круче, гиена или гиеноподобная собака? Пишите в комментариях. И заодно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик. И вот неожиданная развязка. На помощь собрату приходит вторая гиена. Этого достаточно, чтобы собаки прекратили нападение и удалились. Собаки напали на винторогую антилопу. Охоту начинают всего двое из стаи, а затем, как обычно, подключаются все остальные. И снова хищников не страшит ни размер добычи, ни ее острые рога. Разгоряченные псы за несколько минут растерзали свою жертву. Гиеновые собаки вступают в бой с крокодилом. Схватка идет из-за антилопы. Псу удалось прихватить добычу прямо в воде, но крокодил также нацеливался пообедать. Зубастый прогоняет конкурента прочь, но на берегу ожидает целая стая, которая жаждет мяса. И вот крокодил выхватывает одну из собак прямо с берега. Начинается жестокая схватка. Стая напряженно следит за исходом. Похоже, крокодил расправился с этой гиеновой собакой и решил очистить берег от прочих конкурентов. Присмыкающаяся, выскочив на сушу, агрессивно щелкает зубами. Вот тут моя территория и всяким собакам в ней не место. Но псы, хотя и осознают смертельную опасность, не бросаются на утек. Этим зверям практически неведомо чувство страха. Крокодил устремляется в наступление, но на суше стая гиеновидных собак сумела отработать проблему настолько смело и грамотно, что сам крокодил убрался обратно в воду, решив не связываться. Газель прячется в реке под берегом, заприметив опасность. А опасность, в свою очередь, заприметила газель и резво спускается к воде. Хищник пытается ухватить добычу, не покидая суши и не желая лезть в воду. Для того есть свой резон. Зачем тратить лишние силы, если газель и так никуда не скроется? В попытке спастись, она пересекает водоем, думая, что на другом берегу все спокойно. Не тут-то было. Здесь ее поджидает уже несколько гиеновидных. Газель в окружении. Две собаки из этого отряда действуют в паре. Одна хватает газель спереди, другая сзади, и они спокойно вытаскивают добычу на берег. Газель не теряет надежды вырваться, но тщетно. Ее валят с ног и утаскивают ближе к зарослям. Нетерпеливые собаки быстро и легко справляются с добычей. Зубы этих зверей лучше, чем у других псовых, приспособлены для разрезания костей. Если нет серьезной добычи, гиеновые не отказываются от любого шанса пообедать. Что характерно, здесь тоже действуют сообща. На этих кадрах собаки обнаружили кролика, достав его буквально из-под земли. Кстати, интересно, что гиеновая собака, в отличие от других псов, больше полагается не на свой нюх, а на зрение. Так или иначе, охота на кролика продлилась всего лишь считанные секунды. Уникальные кадры масштабного конфликта гиеновых собак и обезьян-бабуинов. Эти приматы сами по себе весьма резкие бойцы, могут постоять за себя даже при встрече со львом. Одна из обезьян гоняет нападающих гиеновых. Обычная тактика окружения не работает. Попробуй окружить такого быстрого и маневренного соперника. Каждый из них в любой момент к тому же способен запрыгнуть на дерево. Да еще примат использует психологический прессинг, показывая устрашающие клыки, при этом испускает грозные вопли. Взгляд бабуина также не обещает ничего хорошего пойманному. В общем, гиеновые на этот раз связались не с тем соперником. А здесь собакам дали такой отпор, что те предпочли сразу унести ноги. Стая нацелилась на слоненка, но потерпела поражение. Матери слонихе удалось повергнуть гиеновидных в бегство, слишком уж неравные силы. Спасибо за просмотр, до встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok